Друзья, всем привет! С вами снова я, Любомир Борода. Сегодня в эфир я выхожу со своей новой, так сказать, студии. И сегодня мы поговорим о леденцах Алтоиц. Про леденцы Алтоиц вы часто спрашиваете. Многим из вас интересно, почему именно эти леденцы продаются в моем магазине и почему эти леденцы являются такими вот прям культовыми и интересными. Для того, чтобы понять, почему все вот именно так, давайте обратимся к истории. История леденцов Алтоиц начинается очень-очень давно, аж в начале 80-х годов 18 века. Представляете? Я немножечко прочитаю, потому что не очень хорошо запоминаю даты. Так вот, хронология развития компании Алтоиц. 1780 год. Начинается выпуск ультрамятных пластинок для борьбы с неприятным запахом изо рта. 1918 год. Алтоиц начинает продаваться в Америке. Кстати, стоит отметить, что и по сей день эти леденцы являются номер один среди леденцов, мятных леденцов в Америке. 1920-е годы. Начало рекламной кампании. Необычайно сильная мята. Алтоиц предлагается в качестве лекарства при пищевых отравлениях. 1977 год. Год моего рождения. Новый продукт под названием Wintergreen Altoids. 2001 год. Запуск легендарной серии, ограниченной легендарной limited edition серии, которая была выпущена к дню Святого Валентина и называлась она «Алав Алтоиц». 2003 год. Первая жвачка без сахара Алтоиц. 2007 год. Первый продукт с 1920 года вне железной упаковки. Под названием Dark Chocolate Dippet Means. В 2009 году вывшли новый Алтоиц со вкусом холодного меда. В 2010 году жестяные баночки были уменьшены. Вот такие вот они стали. В 2011 году вышел вкус северной мяты. В 2012 году появился новый размер упаковок. И в 2014 году вкус арктической мяты. Такая уже упаковочка с арктической мятой. Как я уже показал, Алтоиц, самая фирменная упаковка Алтоиц выглядит вот так. Она жестяная, она удобная, она кайфовенькая. Какие вкусненькие таблеточки. Почему они стали популярны? Потому что эти коробочки жестяные стали использовать под различные наборчики. Там необходимый, знаете, там, необходимый аварийный запас. EDC движ. То, что мы ежедневно носим с собой. И это началось еще с дальнобойщиков, которые не выбрасывали коробки. Например, использовали их под пепельницы. Потому что мята нейтрализовала запах сигаретного табачного дыма. И было очень, как бы, удобно. Потом стали носить в этих коробочках, например, ниточки, иголочки, таблеточки. Кто-то использует их под аптечки. Кто-то использует их под какие-то другие нужды. Я, например, часто складываю туда какие-то мультитульчики. Маленькие объективчики для съемки на... Ну, макросъемки, знаете, такие есть. Насадки на смартфон. Собственно, различных применяю очень много. Даже есть целый движ, если, например, загуглить какой-нибудь кит Алтоиц. Что только с ними не делают. Делают внутри всякие поделки. Делают какие-то гитарные примочки. Делают вейпы, курят через вот эту вот фигню. Делают какие-то тут громкоговорители, маленькие динамики. И, собственно, кто на что гораст. Я показываю вам сейчас ряд картинок, которые я нашел. Посмотрите, как люди только не изгаляются. Ну, и что только не делают, собственно, с этими коробочками. И получилось так, что сама коробочка стала намного популярнее этих самых леденцов. И многие приобретают Алтоиц для того, чтобы у них потом была вот такая вот коробочка. Ну, и помимо, например, если говорить конкретно обо мне, помимо классических леденцов, у меня сейчас есть еще в наличии, в ассортименте, можно купить. Это арктическая мята. Тут уже коробочка открывается не так, как стандартная классическая. Она тоже жестяная, но у нее пластиковая крышка здесь. И она сверху просто вот так вот откидывается. И сами леденцы более плотные по консистенции, так сказать, такие более жестковатые. И более ядреные на вкус. Маленькие, например, жестяные коробочки тоже кайфовые. В них тоже можно что-нибудь носить. Очень такое мелкое. Мелочь какую-то. Какие-то прикольчики. Собственно, вот небольшой такой ролик по леденцам Алтоиц. Я надеюсь, для тех, кому было непонятно, что это такое и почему такой движ вокруг этих конфеток, я немножечко разъяснил ситуацию. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, приглашайте друзей. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Побольше активности и все у нас будет хорошо. До новых встреч.